Добрый день, друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы поговорим сегодня о дне 7 июля 2021 года, и чуть-чуть пока есть время до следующей программы. У нас будет сегодня программа с видящей тарологом Галиной о каких-то глобальных мировых событиях. Она начнется в 17 часов, пока у нас есть время. Итак, еще раз поздравляем всех именинников с этим днем. Ну и что можно сказать? Ну, во-первых, интересное число 7 июля 2021 года, там правда пятерка, поэтому главные две планеты это у нас Нептун и Луна. Семерка это Нептун, двойка, поскольку это южный узел Луны, то, разумеется, это Луна. Ну и зодиак, у нас сегодня зодиакальный знак, у нас рак. Что можно сказать? Вообще-то говоря, это свойственно всем июльским солнечным людям. Об этом мы говорили более подробно в предыдущих программах. Ну, а сейчас, можно сказать, специфически для таких людей, которые родились, кстати, не только 7 числа, но 7, 16 и 25 числа. 25 числа несколько уже мы переходим на другой знак, Лева, но, тем не менее, пока это еще на границе. Поэтому самая главная характеристика этих людей о том, что они, в принципе, превосходят своих сверстников, дети, если мы, конечно, об этом знаем, в интеллектуальном развитии. Но здесь есть нюанс, поскольку надо воспитывать эти качества. И эти качества воспитывать будут не эти дети, которые родились, а родители, которые об этом должны знать, разумеется. Когда они помогают своим чадам воспитать свои какие-то волевые качества, силу характера и знать о том, что у них очень неординарный склад ума. И если вы, уважаемые папы, мамы, бабушки, дедушки, этого не понимаете, то вы можете задвинуть ваших выдающихся чад совсем в другой план. Имейте это в виду, поэтому озаботьтесь. Это, собственно говоря, не только люди, которые родились 7-го, 16-го, 25-го. Это касается вообще всех людей, которые сегодня воплощаются на планете Земля, тем более, что с каждым новым днём, годом. Качества просто совершенно невероятные таких людей, которые сегодня рождаются у нас. Вот. Так, что ещё у нас? Артистичная, скажем так, натура. Артистичная натура. Я поправляю свой камушек. И это как раз-таки камушек для планеты Кету. Да? Вот. Серьёзный камушек. Ну, собственно говоря, Невтон – это и есть планета Кету в ведической астрологии, нумерологии и так далее. То есть артистичная, эмоциональная натура присуща таким людям, какое-то воображение художественное, богатая психика. Вот. То есть очень ударённые люди, которые могли бы стать художником, могли бы стать писателем, музыкантом, композитором, с одной стороны, или оратором и даже проповедником. Имейте в виду. Но дело в том, что материальное благо – это совпадает в разрез с нашим пониманием, родительским пониманием или бабушка-дедушкиным пониманием того, что надо иметь молодым людям. Так вот эти люди по природе своей, в принципе, интересуют вот эти материальные блага, в отличие от взрослых, так сказать, одарённых могучим умом, воспитанных в духе социализма и так далее. Им надо бабки зарабатывать. Вот. Нет. Вот эти люди как раз-таки имеют, скажем, вот эти материальные какие-то воплощения и возможности только как инструмент для чего-то нового, гораздо более важного. И это просто материальное средство к существованию, не более того никаких накоплений. Короче говоря. И, соответственно, имея такую натуру, им трудно будет зарабатывать деньги в юности, если вы их не сумеете об этом им объяснить. То есть всегда они находятся в рамках самосовершенствования. Всегда они, так сказать, свои идеалы они воплощают в жизнь. Ну и какие-то гораздо более высшие ценности у них с приоритетом. То есть это книги, это знания, это путь к саморазвитию, самосовершенствованию. Поскольку я вначале говорил о том, что это свойственно проповедникам, то это кошачий глаз, Артём. Вот это называется кошачий глаз. Ну, по-русски. Смотрите. Это семейство хризебрил. Хризебрил – это семейство, ну, изумруд – это хризебрил. Вот. Ну, в данном случае это такой камушек. Это достаточно редкий, возможно, камень. Ну, из Индии мне вот так сказать прислали. Это соответствует моей матрице. Это мне прислал мой приятель. В своё время, которое было в Индии. Сергей Серебряков. Вот. Ну, как ранее я сказал о том, что такие люди могут быть проповедниками, то это означает, что у них есть какие-то особая такая философско-религиозная, возможно, натура. И есть пасторы, которые как раз-таки родились 7-го числа, 7-го июля. И другие люди, которые, ну, вот, в христианской, допустим, науке тоже родились под числом 7, в данном случае 16-го, это американцы, да. Вот. Ну, люди, родившиеся 25-го числа, несмотря на то, что всё-таки сегодня 7-го, они входят в знак льва уже. Вот. Хотя ещё есть, причём дом солнца, это очень серьёзные люди, лев, и причём в доме солнца это самое-самое, что ни на есть такие сильные личности. Ну, это ещё раз уже где-то концу этого месяца, да. Вот. Что ещё? Ну, поскольку это Нептун, поскольку это Луна, поскольку это вода, то, естественно, это страсть к каким-то путешествиям, дальним путешествиям. Большей частью морским, ну, бывает и сухопытным тоже. То они могут бы даже первопроходцами открывать там, не знаю, новые земли и так далее. Привязанность к семье, но личная жизнь не самая благоприятная. Это все люди, которые родились, не обязательно этого месяца, это все люди, которые родились под влиянием, значит, вот этих планет, Раку и Кету. То есть, люди четвёрки и люди семёрки. Ну, семёрки в основном. То есть, какие-то необычные у них постоянные какие-то вещи или обстоятельства. Вот. И желательно, так сказать, не вступать в брак не в молодом возрасте, более-менее, да, в зрелом возрасте. Ну, скажем, 30 с лишним лет. Это для мужчин. Ну, женщинам тоже, в принципе, да, это не имеет значения. По финансам. Ну, проблемы могут возникать. Проблемы могут возникать. И это связано с тем, что как раз-таки планета Кету. Но бывают интересные нюансы, интересные моменты, которые могут, кстати, служить совсем другим. Ну, ещё раз повторюсь, материальные какие-то воплощения, материальные какие-то реализации, они как инструмент для чего-то гораздо большего. Поэтому не во главу угла надо ставить страсть к зарабатыванию денег, а просто как инструмент. Отношение к людям в социуме или отношение к родственникам, ну, тоже не самые-не самые. То есть их не будут понимать. Родители не будут понимать. У них свой круг интересов, у них свой круг людей, детей, да, если это... Вот. Они не то, что вот там везде со всеми. Нет. Они будут стоять в сторонке, если их будут знакомить, где-то как-то. Но они очень пытливые, они очень хорошо вычисляют своих людей. И поэтому вот с ними, со своими, они будут, так сказать, в контакте. Вопрос другой, что они очень часто могут нарушать вот эти... То есть они очень подозрительные люди. Ну, как мы знаем, кто, российский президент, по-моему, родился седьмого села, да, или 16-17, я не помню. Но неважно, я только знаю, что он родился, он под семеркой находится. А это люди, которым постоянно все это чудится, что кто-то на них там что-то наступает, что-то их там чмирит и так далее. Вот. И здесь подозрительность очень серьезная. В то же время они могут работать в разведке, в контрразведке. КГБ. НКВД. Вот. Сейчас, правда, нету этой конторы, но тем не менее. Когда-то была, да? Вот. То есть они каким-то образом... Это не только, кстати, семерки. Это в большей степени 7, 16, 25. В большей степени. Но дело в том, что здесь нюансы есть какие? Здесь есть нюансы такие, что на них тоже. Вот они подозрительные. И они должны защищаться вот этим камушком, да? Я рассказывал, несколько раз были там удары, а меня он предохраняет. Ну, кроме того, мои ангелы, это само собой. Но, тем не менее, бывают какие-то телесные и так далее. Вот я, допустим, поэтому нашу этот камень постоянно, практически. Да? Ну, всяко бывает. В нашем мире. Сегодня же люди не хотят жить мирно. Им же надо что-то там такое. Постоянные какие-то испытания и так далее. По здоровью, да? По здоровью. По здоровью, вот, зависит от духовного здоровья. Ну, как, собственно говоря, это свойственно всем людям июля месяца. Поскольку это деятельное, поскольку они постоянно где-то там передвигаются, перемещаются. Ну, и, соответственно, у них вот это ментальное здоровье превалирует над физическим. То есть физическое зависит от ментального здоровья. Ну, энергетического, духовного здоровья, как угодно. То дальше, что еще? Они предрасположены, поскольку, опять же, это кету, каким-то труднодиагностируемым заболеванием. То есть здесь ментальное, понимаете? А медицина наша на физическое ориентируется здоровью. И они просто этого не изучают, не знают. Поэтому им трудно определить вот эти вещи все. А в башке, понимаете, у нас много чего есть. У нас программа-то не только вот эта, правильно? У нас программа совсем другая. Поэтому я буду, так сказать, переходить в разные направления. В частности, когда-то в свое время, когда-то в свое время, ученые, знаете, советские ученые, представьте себе, что они могли делать. Они изучали воздействие различного рода, различного рода воздействия на человеческий мозг. И представляете, люди, которые потеряли свои, скажем, там, конечность, да, в результате травмы. Ну, палец, допустим, там, где-то там два пальца и так далее. Ну, в результате травмы, там, руку, ногу, мало ли. Не в результате болезни, к примеру, да, ну, скажем, диабет отрезали ногу. Нет, это другое. А вот в результате травмы воздействие на определенные участки человеческого мозга можно было отрастить палец, представляете? Поэтому, да, можно было отрастить, и сегодня это можно, кстати, сделать, вырастить, допустим, зубы, да, вырастить волны. Мы просто не знаем этого. Но дело в том, что этого делать было нельзя. Вот чем дело. Вот вопрос. Ну, здесь у нас не так много людей. Ну, вот расскажите, кто-нибудь, почему нельзя было делать? Почему не пошло вот это направление, отращивание, представляете? Без всяких последствий, да, воздействия на участки мозга, можно было отрастить палец, к примеру, или руку, да? Вот почему нельзя было это сделать? Кто-нибудь знает? Я дальше, значит, поговорю. Кто знает, попробуйте ответить. Если не знает, общите, мы не знаем. То есть, если такие люди, еще раз, будут воспитывать в себе силу воли и понимание своей природы, то они могут пройти через вот эти болезни. Каким образом? То есть, надо вырабатывать им какой-то довольно оптимистический, ноутсотедирный, Артем ответил. Еще есть какие-то оптимистический взгляд на жизнь, мнительность, да? Вот мнительность, вот они мнительные люди. У них это все может уйти. Ну, день таких людей, 1, 4, 2, 7, понедельник, да? Понедельник. Или, да, ну, понедельник, короче говоря. Ну, и какого тона надо носить одежду? Ну, больше никто, да, не знает, о чем идет речь. Почему это направление зашло в тупик? Довольно простой ответ, кстати. То есть, постельные какие-то тона, серый какой-то цвет. Ну, и луна, все оценки зеленого, кремового и белого цвета. Несмотря на то, что сегодня среда, вот у меня совпало. Я ношу вот эту рубаху у меня, зеленоватого цвета. Не знаю, видно или нет на экране. Зеленоватого цвета, но поскольку это сегодня среда, это планета Меркурия, то это зеленый цвет, естественно. Я соблюдаю вот эту вот, так сказать, одежду, которая рекомендуется. Какие камни? Зеленый жадеид, какой-то, ну, какие-то некоторые виды агатов, лунный камень, кошачий глаз и жемчуг. Это луна. Ну, годы вашей жизни, которые соответствуют двойке и семерке. Ну, допустим, 20 лет, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 52, 56, 61, 65, 70, 79. Ну, достаточно. Ну, вот примерно так, да? Примерно так. Теперь давайте мы с вами посмотрим, перейдем к другой теме. А, я не ответил. Давайте отвечу. Все очень просто. Все очень просто. Почему зашло в тупик это направление? Потому что гораздо проще, как выяснилось, сделать протез. Почему? Он стоит денег. А так каждый берет и себя выращивает руку. Кто же будет деньги-то зарабатывать? Вот. А чтобы это же пластическая хирургия, это огромные деньги. Это огромная индустрия. К сожалению. Вот такая у нас сегодня Кали-юга на дворе стоит. Вот и все. Все очень просто. Давайте я покажу экранчик. Вот экран. Экран. Ну, в последней программе я об этом говорил. В последней программе я об этом говорил. Сати-лока, тапа-лока, джана-лока, маха-лока, друва-лока, шура-лока. Ну, по-разному. Возначается пхурва-лока. Вот это пхурва. Ну, и наша солнечная система находится здесь. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть мы внизу седьмых систем. А дальше находится Атала, Витала, Сутала, Махатала, Талатала, Расатала и Патала-лока. И, или иными словами, это мы сейчас говорим о том, что после встречи, ну, светлый переход, как мы знаем, в меру другой, и мы попадаем в такое место, особое место Вселенной, которое называется Питри-лока. В этом месте проживает вот эта личность, высочайшая личность, которого зовут, эту личность, Яма Радж. Вот или по-другому. Яма Радж. Вот. Яма Радж. Яма на санскрите – это смерть. Это повелитель смерти, бог смерти. Ну, и когда мы, допустим, уходим туда, то в зависимости от... Ну, вот здесь есть место, я говорил, вот прямо за шею, это вот эта вот ямочка, да? Вот там находится место, из которого душа, так сказать, выходит. Она может, конечно, из разных мест выходить, но вот оттуда. Оттуда ее вытягивает, скажем так, вот эти Яма Гуты. Вот это его слуги. Вот это вот Яма Раджа. Вот они. Вот это его... Ну, это тут они еще более-менее. Но вообще-то страшные такие. Они с клыками, зубастые такие, металлические. У них зубы, у них не ногти, у них когти. У них длинные. И они его вытаскивают через вот это место, вытаскивают кванти, называется кванти или канти, кантемала вот такую, носят вот такое ожерелье, бусинки, чтобы защитить. Они боятся этого. Вот. Потому что они могут вытащить человека прямо, даже если он еще и как бы еще... Пока еще не умер, короче говоря. Вот. Ну и вот. Мы об этом поговорим более подробно. Сейчас время у нас не так много остается уже. И вот, когда мы попадаем туда, вот в это место Питрилока, то там еще находится Дхарма Радж. Дхарма Радж – это такой прокурор, который нам показывает наши все прегрешения. Что мы успели натворить, чего мы не успели натворить. В общем, показывает абсолютно все. Все у него зафиксировано, записано. Ну и все поступки, которые принесли радость, благодетствие другим людям, гармония и так далее. А какие причинили боль и страдания другим людям? Ну, соответственно, когда мы причиняем боль и страдания другим людям, и независимо от того, сегодня, в этой жизни, в прошлой жизни, нам дается обратная, так сказать, связь. Понимание всего лишь сигнал, понимание того, что что-то мы как-то не то сделали. Каким образом этот сигнал приходит нам? Он приходит нам в образе других людей, которые нам причиняют страдания или причиняют нам какие-то неудобства. Вот если мы что-то, вот Майкл что-то там трындит, понимаете, и слушает его какой-то человек, ну, не нравится ему. Ну, вот полная билиберда, понимаете. Бред сивой кобылы. Он говорит, ну, что-то, что-то, что-то сказки, какой я мрач, какой-то хор мрач. Человек умирает, и все. И все, на этом все заканчивается, и все. С кем он встречается? Ну, не нравится. Вот это вот, как раз-таки, вот это, то есть, ему неприятно это слушать. Неприятно. Вот как только ему возникает какое-то неприятие информации, все, сразу сходу вам надо анализировать, это сигнал для вас пришел, почему вам это неприятно. И не имеет значения, Майкл Порецкая, там, Григорьева, ну, всех наших, кто-то еще, там, это не имеет никакого значения. Потому что имеет значение только мы, почему, так мы к этому относятся, почему мы на это реагируем. Короче говоря, в результате, там, там, здесь мы еще пока этого не понимаем, да, допустим, да, не хотим понимать. Вот нам и неприятно, мы начинаем, там, в ответ, там, рассказывать, вот, Сидоров сказал это, Петров сказал то и так далее. Вот вы слушайте этого. Или молитесь, молитесь, или окститесь, понимаете, окститесь. Лженаука. Окайся, они говорят, многие говорят. Вот, то есть, там, да, там, уже бесполезно, там приходит нам Тхар Марадж и показывает, вот, запротоколировано, пожалуйста, какое-то время, вот, 8 часов 36 с половиной минут, Майкл, ну, по времени города Чикаго, нет, сказал вот эту вещь. А вы ей сказали, как, да ты что, что за бред это самое? И вы на него, что сказать, понесли, покатили бочку, понимаете? То есть, вы совершили, вы стали судить, а ведь не судите, да не судимы будете, понимаете? Этого делать не надо, вам было, говорят, там. А раз вы это сделали, вот, пожалуйста, одно приключение, второе, ну, и так далее. По совокупности вам дает определенное количество лет, которое надо провести в районе реки Стикс. Кто знает, что это за речка, такая классная речуха, понимаете, почитайте, я не буду рассказывать про нее. Классная речка такая, своеобразная, будем так говорить. Стикс называется, да. Короче говоря, Ямарадж, в соответствии с нашей, это называется на санкрите, карма, а то, что мы совершили до того, это называется прарабхакама, то есть проросшая, да, то есть карма накопленная в результате каких-то действий, да, предлагает нам различные варианты рождения в той или иной семье, в том или ином городе, в той или иной стране, в той или ином теле, мужском или женском теле, того или иного цвета. То есть, ну как предлагает? Предложить-то можно, да, но он нам дает, скажем, варианты, какие у нас есть. Ну и так далее. Если у нас не хватает положительности, то есть у нас есть баланс, да, количество забитых пропущенных голов. Вот если у нас количество забитых голов больше, чем пропущенных, нам, мы рождаемся в цивилизованном обществе, понимаете, в городе Москва, вот, или в городе Нью-Йорк. Ежели нет, то мы рождаемся у Сибири, примерно, вот, в Ямало-Ненецком округе, или в Зен-Дзибаре, в конце концов, в Зен-Дзибаре, вот, или в Гондурасе, еще того хуже. Вот, короче говоря, следующее воплощение будет для вас более или менее счастливым, в зависимости от нашего количества забитых и пропущенных голов. Вот. И вот, есть такое понятие, ну, как мы знаем, да, там, ад, там, чистилище и так далее. Своего рода мы можем, то есть, вот это от Аталы, да, сейчас я выберу, вот, от Ала до Поталы, да, у нас есть выбор, куда попасть. Вот. У нас есть выбор, куда попасть, да, от Аталы до Поталы. Это и есть чистилище. Для, то есть, это все, как бы, миры нижние, да, и вот мы там, в этом чистилище, должны отмыться от наших грехов, условно говоря. Поэтому оно называется чистилище, да, нас там чистит. Правильно? как аскезы, страдания, и вот там мы сжигаем, поскольку во время нашего функционирования в этом теле, нам не удалось это сделать. И вот мы там сжигаем свою какую-то отрицательную карму, и рано или поздно, ну, скорее позже, да, почему же там дольше надо ждать, короче говоря, внизу, мы попадаем в такой шлюз, шлюз ожидания, и в соответствующий момент времени мы оказываемся в поле нашей будущей матери. Причём ребёнок приходит в поле, то есть мама понятия не имеет, папа, а папа вообще даже ни словом, ни духом. Они даже ещё не того, этого, вот, пока ещё. Но тем не менее, душа, а душа знает, понимаете, душа, она всё знает. Она уже в поле матери, душа, появилась за три месяца. и в момент, так сказать, того этого, она попадает в сперматозоид с папани, который оплодотворяет эти клетку, и бабах, появляется на свет ребёнок. Он ещё и на свет не появился, правда, потому что он связан со своей мамашей, ну, оплодотворение произошло, и он пока начинает вот эту свою дорогу, свой путь к появлению на свет. Через определённое время, конечно, это другая тема, другая картина, в этом тоже надо целую программу делать, как это всё происходит, по времени и так далее. Как он слышит, с трёх месяцев он начинает слышать, он начинает видеть с трёх месяцев, ну, как видеть, глазами матери. Поэтому всё, что видит мама и всё, что слышит мама, слышит этот ребёнок. Если она видит всякую гадость, так и он это видит. Если она слышит всякую гадость, и он это слышит, понимаете. Если она ведёт себя определённым образом, и он точно так же будет. А потом мы где выдаёмся, как это такое? Такой маманике, вы раз такое, понимаете, это всё очень и очень серьёзно, это вам расскажите, какая медицина это знает, какая биология это знает, ничего она не знает, к сожалению. Что, спросите, как это происходит за чай, они тебе расскажут всё, что угодно, они тебе всё, технику расскажут, всё абсолютно чётко, классно. Но вот эту вот тонкую вот эту природу нам не дано. Я думаю, что надо будет просто делать какое-то подготовительное курсу, что ли, поступлению на курсы наших преподавателей, подготовительного. То есть, мне кажется, надо готовить всё же людей, поскольку, когда они попадают туда, ну, как бы, знаете, как рождается ребёнок, да, и он начинает кричать, ему больно. Почему не смеётся ребёнок? Где увидели ребёнка, который появляется на свет, смеётся под радостью. Это страшный стресс, поэтому наши люди, которые приходят на занятия, для них тоже своего рода стресс. Поскольку вот окунаются в совсем другую жизнь. Мне кажется, надо делать подготовительные какие-то курсы. Курсы к курсу. Ладно, так вот, у нас на расстоянии, блин, уже мало, смотрю на часы, то есть, у нас на расстоянии примерно где-то 70 сантиметров ниже наших стоп, потому что ниже наших стоп находится ещё, сейчас не буду об этом говорить, там находятся вообще-то адские миры. И там начнутся, конечно же, какие адские, что такое ад, что такое грех, начинаются какие-то вопросы странные. А при чём тут это? Ну, так назвали, так и назвали. Ну, пускай не будут. Какая разница? Главное, что это есть, есть. А как это назвать? Почему? Это вопрос другой совсем. Так вот, на расстоянии примерно от 30 до 70 сантиметров ниже наших стоп, если прогреть линию, вот вертикальную линию, да, энергетический, огромный энергетический центр, который называется, ещё раз, по имени вот это Лока. Лока это планета, но не та планета, как у нас там все планеты, мы ставим Солнце, Луна, нет, это уровень Вселенной, который под названием, причём это не вот это круженькое, да, шарик, который там висит, где-то там, да, а это диск, вообще-то говоря, потому что, если мы посмотрим на картинку, это всё диски. Они в то же время, видите, они нарисованы овалом, но чтобы было понятно, иначе тут будет просто одна линия, мы же в разрезе смотрим. Поэтому здесь так изображено, если мы вот этот овальчик распрямим, вот так вот, да, поставим его горизонтально, здесь он как бы под наклоном стоит, то что мы получим? Получим диск вот такой вот, правильно? Вот, поэтому отсюда и есть плоская диска, она не плоская, она не плоская, она не квадратная, она не круглая, она просто так изображается, а мы начинаем ломать копья за то, что это плоская, а это круглая, я понятия не имею вообще, о чём мы говорим. То есть постоянно что-то, всё время какие-то споры идут. Конфронтации одной группы с другой группой. Надо вакцинироваться или не надо вакцинироваться? Если не надо вакцинироваться, почему они на нас насаждают? Программа такая, почему? Это ваше право. Хотите, идите, не хотите, не идите, и так далее. Ну, значит, и вам такое дано, вот, о том, что обязательно кому-то надо делать. Я не знаю, это всё, это просто как пример. Короче говоря, короче говоря, вот это всё находится центр энергии под названием Питри-чакра. Под названием, ну, Питри-лока, правильно? Лока, уровень тела, Питри-чакра. Почему? Потому что мы, в принципе, в идеале, мы и люди повторяем, устройства, внутренние органы, там, вода, соотношение полых органов, там, грубых органов, и, там, лимфа, там, кровь, вот это. Это соотношение, точно такое же, как и на Земле, соотношение, там, воды, там, суши, и так далее. Но, тем не менее, это всё повторяет устройства всей Вселенной. И, короче говоря, там находятся наши предки. Вот это интересный момент. Там находятся наши предки. И представьте себе, на каждого человека в той или иной степени влияет карма 126 человек нашего рода. То есть, мы слышали такое выражение о том, что грехи падают, там, до седьмого колена. То есть, до седьмого, да? Если мы возьмём, ну, скажем, я один, появляется жена, два, появляются дети, появляются, ну, точнее, мы вверх идём, да? Я, двое родителей, у них ещё двое родителей, у них ещё двое, вот такая вот идёт такая штука, да? И, короче говоря, 126 человек влияет. И вот наши предки, это карма, 126 человек нашего рода. И благодаря вот этим, то есть, шесть поколений, и вот благодаря им мы приобретаем целый ряд качеств, которые можно назвать таланты, ну, качества имеются в виду наши способности, да, будем так называть, да? и в то же время мы имеем ряд и очень большой ряд, возможно, превышающий все наши хорошие качества, вот то, что нам мешает. то есть, будем их называть, ну, паразиты, да, или вирусы, правильно? И вот наша задача, представьте, это всё просчитать, наша задача выяснить всё это и попытаться от этого избавиться, попытаться это очистить. А что мы знаем в конце концов? Мы из своего не знаем вируса, понимаете, своих паразитов мы не знаем. Что тогда говорится о тех, которые выше? Дорогие друзья, я благодарю всех, до новых встреч, мы продолжим эту программу, а сейчас у нас программа с Галиной. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok